Инфекционные болезни – тема более чем актуальная. Вирусы, которые не видны человеческому глазу, способны нанести непоправимый вред здоровью. Многие болезни, благодаря развитию медицины, удалось полностью победить. Например, о чуме или оспе мы можем прочитать разве что в книгах. Вакцина-профилактика сделала свое дело. Но вот парадокс, корь, которую во всем мире держали под контролем и значительно снизили количество смертельных случаев, вновь поднимает голову и становится настоящей угрозой. По всему миру рост заболеваемости, рост заболеваемости, например, корью. И сейчас в Европе мы все с вами прекрасно знаем, насколько, вот, казалось бы, вакцина зависимая, да, у нас управляемая, вакциноуправляемая инфекция сейчас активно шагает по Европе. И сегодня Николай Дмитриевич Щук об этом говорил, что корь является сейчас достаточно серьезной угрозой для того, что у нас может быть и в нашей Российской Федерации. На конференции обсуждали и другие, не менее актуальные вопросы. Профилактика инфекционных болезней, лечение, подготовка специалистов. Кстати, в ближайшее время ожидается небольшой дефицит врачей инфекционного профиля. Но в Рязанском медуниверситете готовы к такому повороту событий. На данные специальности активно набирают ординаторов и готовят инфекционистов детского направления, отметил ректор Роман Калинин. Также он уверен, что борьба с инфекционными болезнями – это дело не одного специалиста, а всех и сразу. Здесь ведь еще вопрос междисциплинарного взаимодействия. Если мы называем с вами агрепозной пневмонии, то мы лечим и вирус гриппа, мы стараемся купировать вирусную симптоматику и эрадикацию возбудителя, но мы лечим и дыхать недостаточно. Здесь вопросы как раз общего влияния, общего командного взаимодействия специалистов различного профиля. ОРЗ, ОРВИ, грипп – эти заболевания у каждого на слуху. Но опасность представляют не только они – туберкулез, менингит и гепатиты. Б и С – это далеко не весь список инфекционных болезней, которые подстерегают буквально на каждом шагу. Распространение гепатитов различных. Гепатиты не А, не пищевого гепатита. Это различные совершенно форматы распространения инфекции, которые могут в том числе и в быту идти при банальных процедурах, даже к которым мы идем. Это те же удаления зубов, это те же самые процедуры маникюра и так далее. Еще один крайне актуальный вопрос – взаимодействие врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Если первые борются со следствием болезни, то вторые призваны не допустить попадания на территорию страны той или иной нетипичной инфекции. И тем, и другие успешно справляются с поставленными задачами. Но вот развитие туризма сыграло злую шутку с некоторыми любителями экзотического отдыха. Посетив Таиланд, Африку или Латинскую Америку, можно заразиться опасными болезнями. Больше всего нам завозили малярию, причем тропическую малярию и тяжелую. То есть это элементарное несоблюдение рекомендаций. Если человек выезжает в регион, где есть тропическая малярия, он должен принимать специальные лекарства. И терапевт, инфекционист это расскажет. И даже это могут рассказать в туристическом бюро. Если человек едет самостоятельно, ну хотя бы почитайте, что нужно сделать. Потому что болезнь очень тяжелая. И на втором месте лихорадка Денге. То есть уже это сотни, тысячи случаев, когда нам привозят. Найти и обезвредить с вирусами и инфекциями также. Мало их обнаружить. Лечение занимает немало сил и времени. К тому же, те, что поддаются только антибиотикам, часто мутируют и вырабатывают резистентность. То есть привыкают к действующему веществу. Инфекционная болезнь, к сожалению, несмотря на все достижения в антибиотико-терапии, до сих пор занимают где-то, наверное, третье-четвертое место в структуре смертности. Поэтому тема насущная, которая влияет на демографию и Российской Федерации, в том числе и на демографию Рязанской области. Несомненно, в нашем регионе есть очень большие достижения. Это существенное достижение смертности от патрульоза. И мы, пожалуй, лидеры в Российской Федерации больших успехов достигли. Но, тем не менее, проблема болезни органов питания, она насущна и для Российской Федерации, и для Рязанской области. Проблем действительно много, и научным работникам в связке с врачами придется их решать. Примечательно, что конференция проходит в стенах альмаматора медицинского образования РязГМО. В год 75-летия вуза. Обмен опытом и реальные практические решения будут приняты в ближайшие несколько дней. А значит, пациенты могут быть спокойны. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».